Ну что, друзья, всем привет! Добро пожаловать на очередной разговорный ролик. Сегодня мы поговорим о теме, которая в конечном итоге когда-нибудь, если я вдруг когда-нибудь стану супер-популярным блайером, вернется ко мне бумерангом и лишит меня обязательно монетизации. Потому что сегодня я хотел поговорить с вами о кексах, о 18+, о интиме фэнтези-произведениях. К месту они, не к месту ли, к любовным линиям, вообще в целом. То есть мы поговорим немножко о такой более пикантной нише и вообще поговорим про любовные различные ветки. Но начать я хотел бы с небольшой саморекламы, потому что изначально вот эту вот тему я поднял у себя в Телеграме и было бы неплохо, если бы вы туда присоединились, если вы смотрите этот ролик. Потому что я бы хотел, наверное, чтобы вот такие вот разговорные ролики, вы в них принимали участие. Каким образом? Я начинаю тематику в Телеге какую-то, задаю вам вопрос, смотрю, что вы пишете, после чего уже вот в непосредственно самом ролике рассказываю не только свое мнение, но также презентую ваши комментарии и делаю на них отзыв, свою реакцию, если мне есть что-то добавить. А, естественно, не все комментарии, а самые интересные. Итак, по поводу интим 18 плюс сцен. Все, что нас так заставляет хихикать и так далее. Во-первых, сразу приходит в голову Игра Престолов. Феномен Игры Престолов во многом, во многом кредитовали как раз тому, что там не просто вот жесткач в плане убийств и так далее, красная свадьба, смертная достарка и так далее. А еще так же, потому что мы в конечном итоге видим очень немало женской обнаженки. Каким бы и не был бы продвинутым в плане прогрессивности мир, он все равно остается, люди все равно остаются биологическими существами, которые их привлекают, противоположные, но иногда не противоположные, но привлекают чертко выраженные характеристики противоположного, ну, пола, который, скажем так, гендера, который для них является максимально привлекательным. Учитывая то, что во многом по-прежнему, я думаю, мужская половина населения все равно является более крупной в плане потребления фэнтези-контента, чем женская, я думаю, что вот это вот разделение, вот это вот то, что отличает женскую и мужскую аудиторию, вот эта вот пропасть между ними в плане консуминга, потребления именно фэнтези-жанра, она становится все меньше и меньше. И мы видим все более и более женщин, девушек, девочек, которые интересуются этим жанром, уходя от стереотипов, то, что вот для девочек розовая, для мальчиков это синие, это замечательно. Меня это радует, но Игра Престола все еще попала на тот период, когда, я думаю, что любой маркетолог сказал бы вам, что ядро, целевая аудитория, те люди, которые будут смотреть, это мужская половина, естественно, скорее всего, и поэтому было так много там обнаженки. Можно ли сказать, что это то, благодаря чему Игра Престолов стала мегапопулярной? Навряд ли, но я более чем уверен, что это один из факторов, который этому способствовал. Потому что каждый раз, когда поднимались разговоры, диалоги, в которых, например, кто-либо говорил, а что это с драконами, да, это что-то для детей, какие были аргументы у защитников этого сериала для людей, которые воспринимают драконов обязательно произведением для детей? Нет, там есть обнаженка, там есть смерти. То есть это уже говорит условно, что это 18+, 16+, и так далее. То есть можно смотреть это для взрослых, не просто можно, это снималось именно для взрослых. К месту или к месту Обнаженка в Игре Престолов, тут я, наверное, хочу начать как раз с прочтения комментария от Никиты Соловьева. О Мартине многие пишут, но тот как раз и создал мир, который таким и воспринимается. Это не геройка, где высшие идеалы, а политика, где грязь, подлость и так далее. Восприятие сцен с сексом очень гармонично миру. А ведь, а вот Медьмак, к примеру, уже не очень. Ну вот и мир похожий, и многое еще, что, а сцен 18+, там не гармоничны. Кажется, что автор их вставил потому, чтобы заявить, видишь, как я могу. Тут я соглашусь с мнением о том, что когда не о чем писать, добавь сцену секса. Поэтому считают цикл «Страж» Алексея Пехова лучше Ведьмака. Серия «Второй апокалипсис» тут особая история, там секс описан так на фоне мира, что еще больше грязи добавляет. Ни красоты, ни вульгарности, а именно грязи в и так очерненный мир. Далеко не каждый осилит этот цикл прочитать. Опять же, по поводу Пехова я не могу здесь ничего добавить, я не читал. Мартина я тоже не читал, смотрел только «Игру престолов». Но тут я соглашусь, что есть сцены секса, пусть они даже не обязательно должны быть там, но они добавляют вот это вот ощущение приземленности, грязи, а не справедливости того, что происходит в этом мире. Если мы возьмем мир Мартина, это условное средневековье с драконами, с определенными какими-то изменениями, достаточно мрачный мир, в котором нет такого понятия, как справедливость всегда торжествует. И в данной ситуации, как бы, естественно, вот эти вот сцены, чернухи, грубо говоря, не романтичных каких-то эротичных сцен, а именно чернухи, которые нам показывают, они добавляют еще больше ощущения погружения в этот мир. Могла бы бы «Игра престолов» существовать и без них. Скорее всего, да, и скорее всего, она была бы, ну, может быть, чуть менее популярна, ну, чуточку самую малость менее популярна. Но тот факт, что это там присутствует, добавляет еще один какой-то вот спектр погружения в этот мир. И эти сцены, учитывая то, что, ну, как бы, интим, оно не просто так называется интим, это что-то, что мы держим обычно при себе, то, что мы делим с очень близкими, с самыми близкими для нас людьми, с нашей второй половинкой, с любовником, любовницами, мужем, женой, девушкой, парнем и так далее. Это самые, как бы сказать, ну, действительно, извините за тавтологию, действительно, самые интимные моменты в нашем мире, в котором мы живем. И когда нам показывают, насколько вот восприятие всего, что с этим связано, сексом и так далее, отличается от того, что происходит сейчас в нашем цивилизованном, в кавычках немножко, мире, то, опять же, еще больше ощущаешь вот этот вот спектр разделения между фантастичным миром того же Мартина и тем миром, в котором живем мы. Как воспринимают люди вот этот вот сам акт, он говорит много о психологии, потому что размножение, секс и так далее, это, ну, одна из самых важных, один из самых важных аспектов нашей человеческой жизни, нашего человеческого опыта. Тут с этим вы можете спорить, не спорить, но с этим уже ничего не поделаешь. Еще один автор, который сразу же приходит на ум именно в таком ключе, это, естественно, Аберкромби, у которого сцены, вот эти вот сцены 18+, ну, такое ощущение, что их иногда действительно вытащили прямо вот с какой-то парнокнижки, знаете, бульварной. Я помню, мы, господи, в 11 или в 12 классе мы с другом ходили в библиотеку, готовились там к этим, к экзамену или что, точно не помню. Мы в какой-то момент наткнулись на вот эти вот, знаете, дамские вот эти вот романы, и, боже мой, я не помню, что мы, может быть, мы были немножечко навеселее или что-то в этом роде, но в целом там вот эти вот все выражения про одноглазых зверей, про стремящиеся копья, это я помню, мы так над всем этим ржали, это была просто вот, ну, реально какая-то комедия. Но при этом, когда это происходит у Аберкромби, тоже это меня лично не восприняло ощущение, не вызвало, извиняюсь, не вызвало никакого ощущения отторжения этих моментов. Они как раз вызывают во многом дискомфорт, даже когда они, в принципе, достаточно обоюдные, вроде бы все там горячо и весело у ребят и у девчонок, но при этом они все равно описаны настолько графично, что вот еще больше, повторюсь, так же, как и с Мартином, погружают вот в этот вот мир. Я считаю, что именно вот в грим-дарк-жанре, именно вот в полном таком вот серо-мрачном мире, когда добавляются такие сцены, которые расписаны детально, которые показывают, насколько отношения через секс показывают отношения между людьми в этом мире, как воспринимается человек, что он из себя представляет, как один человек воспринимает другого, это очень добавляет понимания этого мира, понимания его моральных ценностей, понимания его вот психологической структуры. Ну, если мы берем, например, такие вот книги, как там «Колесо времени», есть еще какие-то фэнтези-произведения, которые мне приходят в голову, я даже названия не помню, где присутствуют вроде бы интим-сцены, но они либо буквально им уделяется парочка-две слов, либо все уделяется именно предисловию, то есть преддверию этому всему, что происходит до этого момента. И мне кажется, что эти сцены тоже работают хорошо в данной ситуации, потому что они создают ощущение, опять же, все лично для меня, это мой опыт, не всегда, а, конечно, не всегда это происходит, но они позволяют понять, как происходит возбуждение без визуального контакта, потому что когда тебе расписывают, например, даже когда тебе расписывают 18 плюс сцену в деталях, ты все равно это себе представляешь, естественно, ты как человек на это все реагируешь, но когда тебе делается только лишь предисловие между двумя людьми, между которыми появляется какая-то связь, это показывает какой-то другой уровень возбуждения, который, мне кажется, очень хорошо работает именно на развитие человеческой психологии, особенно подростковые люди, которые читают в таком возрасте такие книги, и у них встречаются такие моменты, они понимают, что секс может быть разным, это может быть просто животное желание, а это может быть что-то, что происходит вот здесь, когда есть какая-то связь между людьми, есть какой-то между ними опыт, что-то, что их связывает, и это иногда в некоторых ситуациях происходит гораздо сильнее, чем любая, простите уж за выражение, корнушка, вы поняли, о чем я говорю. Ну, давайте посмотрим, есть ли здесь еще какие-нибудь интересные комментарии, вот пишет пользователь Somniari, фэнтези сильные, разные бывают, где-то 18 плюс цены почти что необходимы, где-то совсем не к месту, ну, это я уже сказал, да, действительно, так, это то, что у нас еще есть интересно в плане комментов, в основном все пишут про Мартина, 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 по поводу Рамси Болтона, который не был бы полным персонажем, а без сцен насилия над Дженни во главе Вонючки Тиона написал пользователь Влад Бог, не Бог, а Бога, так, и что у нас еще есть в плане комментариев? У Эрикса, Аберкромбе и Батчера это вызвало некоторое недоумение, а порой смех. Вот видите, я Эриксона почитал только лишь одну книгу, Аберкромбе я прочитал абсолютно всего, Батчер, я не помню, это у нас, по-моему, Черный отряд, я прочитал первые три книги, я даже не помню, были ли там такие вот интимные сцены, и да, если были, то они совсем не запомнились. Вот если и говорить о том, чьи сцены не запомнились больше всего, это действительно Аберкромбе в данной ситуации. Был еще также вопрос о том, что вот изменение сериала «Колесо времени» по сравнению с книгой «Колесо времени», если в книге у нас действительно некоторые интимные моменты, которые происходили в книге, и я понял только, наверное, на втором и третьем прочтении, типа, блин, так, ах вот зачем и Гвейн бегала в гостиницу Гавину. А, понятно, дошло наконец-то. То есть настолько они там завуалированы, запрятаны эти моменты, что на них нужно задумывать, то здесь в сериале нам уже показали, что действительно это повзрослевшие ребята, которые занимаются тем, чем повзрослевшие ребята и девчонки обычно занимаются, когда не нравятся друг другу. И многие сказали, что действительно это не очень хорошо в данной ситуации. Здесь вопрос полностью определяется тем, вашими вкусовыми предпочтениями в этом жанре. Я, наверное, соглашусь, что именно атмосфера, ведь если мы повторим вот эту вот ту идею, которую я начал изначально, начал изначально я, как всегда, мастер тавтологии, которую я озвучил вначале, что вот эти вот интим-сцены, они добавляют определенного ощущения атмосферы, они добавляют погружение именно в моральный кодекс, в психологию этого мира. Мы понимаем этих людей. И когда есть атмосфера, в которой у нас интимные сцены показаны в одном ключе, это кардинально отличается, например, от интим-сцен, показанных в гримдарке и так далее. И когда вот у нас чисто для адаптации сильно уходит вот это вот атмосферное ощущение произведения, вот этот вот фокус, вес, можно так сказать, куда у нас идет ощущение погружения в фэнтези-мир, это действительно чувствуется и она ощущается именно чем-то инородным. В некоторых моментах это работает. Например, Андер. Да, действительно, я считаю его каким-то исключением из правил. Я тот человек, который обычно не приветствует полное вот такое, буквально вот на 180-градусное изменение обычной тональности, уже общепринятой тональности произведения. Звездный Войн у нас всегда был и космической, и оперой, фэнтези, и такой сказкой, больше для детей и так далее. Вдруг у нас Андер добавил мрачное, приземленное повествование, но оно почему-то у многих, у меня в том числе, воспринялось на ура. Наверное, потому что все-таки Андер, это, несмотря на то, что оно происходит в мире Звездных Войн, это все равно отдельное повествование, посвященное отдельным персонажам. Это не переделка новой надежды, но уже там с повзрослевшим люком и там страничком между ним Хан Соло и Лей. Да, в общем, если бы Мартин писал, то то, что они брат и сестра, она вряд ли бы кому-нибудь помешала в данной ситуации. И именно поэтому Колесо Времени, учитывая то, что это адаптация, которая пересказывает, хотя бы на бумаге, по идее, должно пересказывать ту же самую историю, которую написал Роберт Джордан, вот это вот смещение акцента, смещение атмосферности этого произведения, когда оно перешло с книги на экран, оно многим, и по мне в том числе, тоже кое-как ударило. Может быть, оно логично, может быть, оно правильно, потому что там нужно снимать сериал на протяжении многих лет, и невозможно брать подростков, которые очень быстро постареют, и то, как именно они повзрослеют, это будет видно сразу невооруженным глазом, вполне возможно, но при этом не отрицать того факта, что, ну, остается то, чем остается. Мы видим в конечном итоге отношения между персонажами, которые, ну, не в корне, но очень отличаются от того, что мы видели в книге. И из-за этого ощущение погружения в ту самую сказку, пусть и для взрослых, колеса времени становится другим. Лично для меня. Опять же, это чисто мое мнение. И по поводу, наверное, самих любовных отношений, то, как они показаны часто в книгах, и мне во многих, в многих моментах они обычно всегда проходят мимо. Это не то, ради чего я читаю книги. Хотя есть определенные моменты, когда это не то, чтобы работать, но ты во время прочтения даже на определенный период времени в чем-то влюбляешься обычно в интерес главного героя, ну, потому что мне нравятся женщины, девушки, поэтому я не влюбляюсь в мужчин, в персонажей. И те моменты, которые для меня работают абсолютно всегда, ну, не всегда, но у которых есть шанс для меня сработать, и те моменты, которые для меня не работают вообще. И тут мне очень интересно действительно ваше мнение, потому что это мы не обсудили в телеге. Как вы относитесь именно к любовным веткам, как они показаны? Если у нас есть два персонажа, которые встречаются, и мы, может быть, видим между ними какую-то симпатию, может быть, не видим, но в конечном итоге автор дает немало времени, немало жизненного опыта, который должен пройти между этими двумя персонажами, прежде чем между ними появятся чувства. когда что-то такое описано достаточно хорошо и достоверно, я как человек, который ассоциирует себя, стараясь ассоциирует себя с главным героем во время прочтения, это то, что мы обычно делаем, особенно если повествование ведется, например, от первого лица, как у Дрездена, у которого тоже есть свои, кстати, 18 плюс сцены, вот там они, кстати, мне казались не совсем к месту, и в данной ситуации, если это прописано действительно хорошо, когда ты проходишь этот путь с персонажем, ты действительно начинаешь ощущать какие-то эмоции по отношению к любовному интересу своего героя. Самый пример, который, ну, наверное, яркий пример, который мне вспоминается в данной ситуации, пусть это произошло уже достаточно давно, мне тогда было лет 16-17, но я помню, был просто в шоке от осознания самого факта, когда я играл в первые «Рыцари Старой Республики», я даже говорил, по-моему, на эту тему один раз, там есть персонаж Вастила, и между главным героем и между ней, учитывая ваши выборы, то, как вы с ней общаетесь, вы каждый раз можете выбрать различный ответ какой-то и в соответствии с этим строить с ней отношения, в соответствии с этим выстраиваются между вами какие-то романтические, вот действительно, скажем так, интеракции. И в данной ситуации я вдруг в какой-то момент понял, поймал себя на мысли, что вот сидит Игорь, там, 15-16 лет, и я влюблен в компьютерного персонажа, не настоящего, но я действительно чувствую к ней вот какие-то вот эмоции и влюбленности, которые до этого я испытывал только к одноклассницам своим. И в данной ситуации это был немножко действительно шоковым моментом. и вот настолько мне этот момент сильно запомнился, насколько он, видимо, был шоковый, что действительно, вот когда ты вовлечен в этот процесс, ты действительно можешь им проникнуться. Те моменты, которые вызывают у меня отторжение, и пусть они будут описаны даже самыми лучшими авторами, я не могу ими проникнуться, я не могу их прочувствовать, это когда вот у нас любовь с первого взгляда. Первое, что приходит на ум, я, кстати, говорил об этом деле уже в своем обзоре этой книги, это именно «Темная башня» Стивена Кинга, когда там Ролан встречает свою Сюзанну или как ее там зовут, я не помню, вот между ними любовь-любов-любов, там также идут тоже интим-сцены между подростками и так далее, вот я не воспринял, я не прочувствовал все момент, потому что это все произошло вот так вот, просто в одну секунду, а раз это произошло в одну секунду для персонажа, это ни в коем случае не может произойти за одну секунду. Для меня мне нужно это прочувствовать, точно так же, как нужно строить героя, развивать его характер, развивать его арку, какая бы она ни была, с какой бы точки А, в какую бы точку Б он не должен был пройти, должен быть какой-то определенный путь, чтобы мы прониклись этим персонажем, то же самое и романтическая ветка. Романтическая ветка, пусть это не физический персонаж, но это точно такой же персонаж, как и все остальные, которому нужна работа, которому нужны челленджи, которому нужны трудности, который должен что-то проходить, что-то превозмогать. Сразу Перума вспомнился. У него, кстати, тоже есть такие моменты, которые, ну, можно таким образом, да, как бы заклассифицировать. Особенно вспоминается сразу «Алмазный меч, деревянный меч». По-моему, была одна из первых книг, где, я вот помню, там был как раз маг какой-то, который насиловал одного из персонажей, ну, пытались они, и там был момент, когда он запускает девушке руку за пазуху. Я помню, тогда я думал, что за пазуха такая? Где эта пазуха? Только потом, когда дошло до меня, что это такое? А, вы, а мне лет 13-14, да мне только осознание такого момента уже, можно сказать, в краску вгоняет, да, несмотря на то, что ужасное происходит на страницах книги. Ужасное, это не романтический какой-то момент в данной ситуации, но все равно как бы что-то происходит, такой вот, такой, можно сказать, 18 плюс интимный момент. И вот, кстати, писатель, которого первое, я не восторгаюсь им, но во многом я его уважаю Перумова, хотя сейчас мне его очень уже тяжело считать, мне кажется, он действительно больше все-таки для подростков подходит, чем для человека, который уже повзрослее. Чисто мое имхо, никому ему не навязываю. Я не люблю его гнобить, я считаю, что он ответственный за большое количество хороших вещей, которые он сделал в плане литературе, но просто прямо вот сейчас уже не совсем мое, вот это вот эпичный эпичный размах постоянных превозмоганий его. Но вернемся к нашей теме, вот романтическая ветка, какая бы она ни была, добавленные в нее либо интимные сцены, либо не добавлены, в конечном итоге это точно такой же персонаж, как и там Рандал Тор, Ролланд, Эгвейн, я не знаю, Арагорн и так далее. И уделять внимание этому персонажу нужно не меньше, а иногда даже больше, потому что это не живое существо, а что-то аморфное, что-то как идея какая-то. Чувства и эмоции, которые происходят между персонажами, они тоже должны развиваться, если они развитываются хорошо, и вы даете этому достаточно времени, то в конечном итоге читатель или зритель может ими проникнуться. Ой, Арнюша, ну хоть один ролик мнения может пройти без тебя. Мне там уже даже в комментариях написали, что ты бессовестный, как ты посмел не вырезать собаку и так далее. Ну и даже, наверное, отписались от меня. Я, наверное, постараюсь как-нибудь этот момент пережить, потому что большая часть из вас просит побольше Арни, но хотят его увидеть каким-то образом. Я вам и говорил, это не раз и не два, ребята, я не могу его поднять на руки сюда. Он не любит это дело, он не дотрога, в чем-то на меня похож, он такой сам по себе, отшельник немножечко. И когда его взять на руки, посадить его на кресло, вот это все, все, что здесь стоит на столе, полетит точно нафиг. Поэтому, поэтому там, заходите в Инстаграм, и там есть фоток его и немало. Ну, все, в принципе, большое всем спасибо, что послушали. Я только думал, что реально ролик по этой теме получится 8, 9, 10 минут максимум. 21 минуту я уже здесь наговорил, поэтому спасибо большое. Ролик мнения требует вашего мнения. Пишите, пожалуйста, присоединяйтесь в телегу. Давайте, это уже, наверное, третий, четвертый мой ролик посвящен именно такому формату. Мне уже интересно послушать, какую бы тему вы бы хотели, чтобы я осветил. Мы уже говорили, о чем только мы не говорили. Там, о различных взрывоопасных темах, о повестке, расизм и так далее, там, звездные войны, или еще что угодно. Абсолютно любая тема, которая каким-то образом связана с нашим жизненным опытом на этой, на этом крутящемся шарике, то пишите, давайте идеи. Если будет что-то интересное, я с удовольствием запишу на эту тему ролик. Ну и там, вы знаете, лайки, подписки, комментарии и так далее. Всем спасибо, большое спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти, на Патреоне. Здесь, в Ютубе, ваша денежная поддержка, это в конечном итоге то, что мотивирует меня больше всего. Я стараюсь соответствовать вашим высоким ожиданиям от меня. Ну и благодаря этому, если вам нравятся ролики, значит, я стараюсь, а стараюсь я потому, что чувствую ответственность перед вами. Поэтому еще раз огромное-преогромное вам спасибо. Ну и, как всегда, всех люблю, всех целую, до сейтого свет. И не забывайте, фэнтези это круто.